Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и в сегодняшнем видео я хочу показать еще одну классическую шахматную партию, то есть это будет вечно зеленая, либо же неувядаемая партия, которую играли между собой Адольф Андерсен и Жан Дюфрень. А также хочу сказать спасибо всем тем, кто поддержал вообще данную рубрику, то есть рубрику классические шахматные партии на моем канале, всем, кто писал комментарии, кто поставил лайки, думаю, что данная рубрика действительно довольно интересная и познавательная, это такой вот экскурс в красивые шахматные партии, экскурс в историю, поэтому надеюсь, что все дальнейшие партии тоже вам понравятся, как и понравилась первая разобранная партия, то есть партия, соответственно, Андерсен Кизарицкий. И давайте тогда посмотрим сегодняшнюю партию, которая тоже является очень и очень интересной. Итак, Андерсен Дюфрень, белый играет Е4, далее последовало Е5, конь Ф3, конь С6, слон С4, стон С5, то есть перед нами итальянская партия, ну и здесь, конечно, даже главный ход это С3, но однако белый играет Б4, то есть в данном случае это компит Эванса, который тоже актуален и в наше время, и такой дебют вполне нормальный. Итак, далее черный сыграет, основан Б4, С3, основан на поле А5, Д4, ЕД, рокировка. Данный вариант тоже актуален по-прежнему в нашей Ди, то есть это по сути Табия Гамбита Эванса, ну и в этой позиции главные ходы за черных это ДЦ, либо там конь Ф6, конь Е7, но однако ход Д3, который сделали черный, тоже вполне возможный и нормальный, то есть идея хода состоит в том, чтобы белые не могли развивать свои фигуры на хорошей позиции, то есть допустим после ДЦ там в ряде вариантов конь выходит на поле С3, в данном же случае конь на поле С3 выйти просто не может, поскольку там стоит, соответственно, белая пешка. Ну что ж, далее последовало ферзь Б3, ферзь Ф6, Е5, ферзь Ж6, ладья Е1, это все тоже очень хорошие и сильные ходы, то есть в этой партии соперники играли довольно сильно в определенный момент, далее черные сыграли конь Е7, в этой позиции за белых чуть точнее ход конь Б на поле Д2, ну идея такая, что в будущем белые хотят сыграть конь на поле Е4, вот, но тем не менее ход, который сделал Андерсон тоже вполне возможный, это ход слон на поле А3. Ну и в этой позиции черным нужно было делать рокировку, это был самый сильный ход, ну и после рокировки черных в этой позиции объективно даже у них небольшой перевес, поскольку в данном случае у них все-таки две лишние пешки, и даже если пешка на поле Д3 потеряется, то все равно минимум одна пешка лишняя у черных останется, хотя конечно же проблема с развитием у черных есть, допустим слон на поле С8, в общем-то находится вне игры, и конечно же ввести его в бой будет не так уже просто, но тем не менее перевес все-таки небольшой на стороне черных был бы в данном случае, а черные же сыграли Б5, в общем-то ход Б5 безусловно не самый сильный, то есть это отвлечение ферзя, плюс ко всему это подготовка вывода слона на поле Б7, либо на поле А6, так что ладья выходит на поле Б8 с темпом у черных, но тем не менее все-таки пешку жертвовать здесь не стоило, и ход Б5 является неточностью. Ну что ж, Б5, ферзь Б5, ладья Б8, ферзь А4, слон на поле Б6, конь на поле Д2, ну и в этом случае уже конечно же черным пора было делать рокировку, то есть снова после рокировки у черных по сути особых проблем нет, то есть безусловно здесь пешка Д3 скорее всего теряется, но тем не менее по материалу будет поровну, и в принципе черные здесь уже могут развить слона на поле Б7, то есть проблему развития чернопольного, вернее белопольного слона конечно же, они здесь решают, ну и соответственно получается, что у белых если есть перевес, то совсем небольшой. Ну и вообще эта партия учит нас тому, что нужно не забывать про рокировку короля, поскольку если король остается в центре, то конечно же очень часто он попадает под атаку, поэтому здесь ход слон Б7 уже является довольно серьезной ошибкой. Итак, слон Б7, конь Д4, ну и в этой позиции уже если сделать сейчас рокировку, то у черных уже получаются довольно большие проблемы. Все дело в том, что после рокировки белые играют просто слон на поле Д3, то есть они уже отыграли материал, плюс ко всему сейчас угрожает ход такой на поле Ф6 с выигрышем ферзя. Ну и также понятно, что у белых по-прежнему большой перевес развития, они хотят сыграть просто ладья на поле Д1, и соответственно у них уже все фигуры будут стоять очень активно, поэтому в этой позиции безусловно у черных уже очень трудное положение, вот именно поэтому в данном случае все-таки черные не решали своих дебютных проблем, то есть уже вот в этой ситуации после, соответственно, хода конь Е4 уходить в рокировку поздно. Тем не менее, если в нее не уходить, тогда здесь есть только один способ более-менее нормально закончить развитие, это сыграть Д2. То есть Д2 это отвлечение, то есть после вынужденного взятия пешки на поле Д2, поскольку игнорировать ее белые все-таки не могут, уже в этой позиции рокировка будет довольно неплохим решением, поскольку теперь у белых нет хода слон на поле Д3, то есть просто здесь черные по сути выиграли темп за счет такого вот дочка пешки, но тем не менее все равно перевес у белых, и опять же таки сюда нужно было идти черным, но понятное дело, что ход Д2 найти, в общем-то, может быть не так уж и легко, но тем не менее, в принципе, ход находимый, в общем-то отвлечение коня вполне такая стандартная идея. В партии же черные сыграли въезж на поле Ф5, ну и в этой позиции после слона Д3 у черных уже огромные проблемы, то есть опять же таки, если уйти в рокировку, то будет конь Ф6 и черные без ферзя, если в нее не уходить, тогда не совсем понятно, как играть. Ну здесь черные сыграли въезж на поле Х5, ну и в этой позиции у белых были разные способы получения большого перевеса, в партии Андерсон сыграл конь на поле Ф6, конь Ф6, кстати говоря, не самый сильный ход, однако в будущем получились очень интересные события, ну а самым сильным способом, по крайней мере, одним из самых простых способов, так уж точно, был ход конь на поле Ж3, то есть белые начинают погоню за черным ферзем, который, по сути, почти не имеет ходов в этой позиции, то есть в данном случае у черного ферзя только один нормальный ход, это ферзь на поле Х6. Итак, ферзь Х6, слон С1, еще одно нападение, ферзь Е6, слон С4. Ну и в этой позиции у черных довольно неприятный выбор, если сыграть в данном случае ферзь на поле Ж6, тогда последует конь на поле Х4, ну и после ферзи Ж4 следует слон Ф7, ну и на короле Ф7 ферзи Ж4, то есть черные просто теряют ферзя. Причем теряют ферзя всего лишь за слона белых. Если же в данном случае после года слона С4 не играть ферзь на поле Ж6, а сыграть конь на поле Д5, что будет немного сильнее, то тогда все равно у черных остаются проблемы, поскольку снова идет нападение на ферзя, то есть конь Ж5, ну и после ферзи Ж4, ладья Е4. В общем-то здесь ферзь у черных уже попался, и соответственно в этой позиции можно, конечно, сыграть ферзь на поле Е4, но тогда черные получают всего лишь ладью за ферзя, ну и понятно, что у белых позиция просто выигранная. То есть это было, может быть, не так интересно, но тем не менее, в общем-то очевидно, что перевес белых здесь неоспорим. То есть так белые побеждали, но тем не менее всего этого в партии не было, и последовал такой более азартный и более агрессивный ход, а именно конь Ф6. То есть здесь белые снова хотят не то что выиграть материал, а именно поставить мат. Итак, конь Ф6, ЖФ, ЕФ и ладья Ж8. Довольно сильный ход, то есть здесь черные не играют на защиту, а играют именно на контратаку, и вообще это, в принципе, очень часто является одним из главных решений в таких позициях, где на вас идет сильная атака, то, в общем-то, не всегда нужно идти в оборону, очень часто нужно идти в контратаку. И ладья А на Д1. Еще один сильный ход, теперь уже за белых, то есть белые подводят все свои фигуры в бой. Ну что ж, далее последовало ферзь Ф3, вот ферзь Ф3 это уже, по сути, решающая ошибка. То есть в этой позиции правильным ходом был ход ферзь на поле H3, то есть угрожает мат на поле G1, но и также очень важно, что здесь ферзь контролирует диагональ с H3 до C8. Ну и после слона Ф1, и допустим, хода ферзь Ф5, здесь позиция очень сложная и неясная, компьютер вообще пишет здесь нули, но объективно говоря, здесь понятное дело, что игра может закончиться как угодно, потому что позиция слишком трудная. Но тем не менее, здесь черные уж точно не проигрывают, и не получают мат в ближайшее время, если, конечно, не ошибутся. Довольно грубо причем не ошибутся. Ну что ж, ход ферзь Ф3 нужно было сделать, однако последовал ферзь Ф3. Ферзь Ф3, далее ладья Е7, еще один сильный ход за белых, но и в этой позиции последовала решающая ошибка, а именно ход конь на поле Е7, и после хода конь Е7, черные просто получили форсированный мат. В данном случае нужно было, конечно же, уходить королем на поле Д8, но и тогда, даже в данном случае, понятное дело, что белые все равно побеждали. По крайней мере, они получали большой материальный перевес. То есть, далее могло последовать ладья на поле Д7. Понятное дело, что здесь бить ладью на поле Д7 плохо из открытого шаха, здесь разные ходы за белых выигрывают. Самое сильное, это сыграть слон на поле Ф5, и после король Е8 слон Д7, ну и далее после король Е8 слон Д6, здесь очень быстро просто белый ставит мат черным. То есть, именно поэтому уходить королем на Д7, то есть, бить ладью в данном случае совсем плохо, сильнее сыграть король на поле Ц8, но тогда за белых есть очень сильный ход, а именно ладья на поле Д8. Все дело в том, что здесь все взятия за черных плохие, а с другой стороны, бить ладью все-таки черные обязаны, потому что уходить королем просто некуда. Ну что ж, давайте посмотрим все варианты. Если черный играет ладья Д8, тогда просто ЖФ. То есть, банально всегда им ферзя, и у белых материальный перевес плюс сильная атака. Это, наверное, самый простой вариант. Если сыграть конь Д8, тогда ферзь Д7, и получается похожая идея, как было и в партии, но опять же таки, как здесь ставится мат, мы уже лучше посмотрим на примере именно самой партии, то есть основного варианта данной партии. Просто можете поверить, что здесь мат есть. Ну и также после короля Д8 выясняется, что опять же таки здесь просто стали черные подскрытые шах, ну и здесь можно сыграть, допустим, слон Е2, ну и после коня Д4 слон Ф3. То есть снова здесь выигрывается ферзь, ну и далее, если вариант продолжить до конца, будет слон Ф3, Ж3, слон Д1, ферзь Д1. То есть получается, что у белых снова здесь будет лишний материал, поскольку в будущем они сыграют СД и съедят коня. Но тем не менее, опять же таки, это довольно скучное развитие событий ждет нас в дальнейшем. То есть понятное дело, что здесь белые должны победить, но однако все это займет довольно много времени и, скорее всего, это будет не очень интересно смотреть. То есть в каком-то плане хорошо, что всех этих вариантов не было и что после хода ЛДЕ7, если мы вернемся к партии, черные сыграли именно конь Е7. И так последовала конь Е7. Ну и здесь вот та комбинация, которая, возможно, и в прошлом варианте была, где конь стоял на поле Д8, а именно ход Ф3 Д7. Очень красивый, очень сильный удар, после которого белые форсировано ставят мат Ф3 хода. Ну что ж, играть король Д7 нужно, поскольку после хода король на поле Ф8 белые играют слон Е7, либо ферзь Е7 мат, поэтому король Д7, ну и здесь слон Ф5. В этой позиции у черных есть только два хода, то есть два хода спасают от скретого двойного шаха, это король на поле Е6, либо король на поле Е8. После король Ц6 следует слон Д7 мат, если же сыграть король на поле Е8, то черные получают мат на один ход позже. Тогда следует слон на поле Д7, ну и после короля Ф8 слон Е7 мат. То есть еще одна очень красивая концовка, как и в прошлой партии, где мы с вами смотрели, соответственно, тоже мат легкими фигурами, там мат ставили 3 легких фигуры, здесь у нас 2 легкие фигуры и 1 тяжелая фигура, то есть ладья и 2 слона, но тем не менее, конечно же, все равно понятно, что у черных огромный материальный перевес, то есть у них весы ладья лишние, кроме того, черные еще выражают сами поставить мат в один ход, но однако они здесь просто не успели это сделать, так что черные победили. Ну что ж, надеюсь, что эта партия вам понравилась, действительно, она может считаться вечно зеленой, поскольку она будет интересна через 100, через 200 и, наверное, через даже 100 тысяч лет, поскольку действительно, вот именно по таким партиям и оценивается вся красота шахмат. Ну что ж, спасибо всем за внимание, ну и до схожих встреч уже в новых видеороликах. Продолжение следует...